Этой весной дорогу более разбитую, чем проспект Калинина, нужно было еще поискать. Из-за многочисленных ям и выбоин автовладельцы объезжали стороной, многополосную магистраль. Перед бездорожьем пасовали водители большегрузов. А это сегодняшний проспект Калинина. Асфальт ровный, люки и решетки на уровне с дорогой. Свеженькая разметка, ход машин легкий и уверенный. Небо и земля, говорят водители, сравнивая два таких разных проспекта Калинина. Хорошее качество дорог, уже второй раз ездил здесь, прям вообще прекрасно, хорошо сделали, молодцы. А началось все с решения губернатора Александра Карлина выделить на ремонт Калинина 150 миллионов рублей с краевой казны. Уже 23 июня дорожники приступили к работам. Выделенных средств оказалось достаточно, чтобы закатать несколькими слоями асфальта участок от площади Октября до проезда 9-го заводского. Принимал работу сегодня также губернатор. Его и автомобилистов подрядчик заверил, дорога прослужит долго. Разъясните, какая в чем особенность этих материалов, этих технологий. Материал позволяет улучшить цепные качества дороги, то есть по сравнению с обычным асфальтобетоном. Кроме этого, он по безопасности движения более безопасен, так как во время дождя за счет своей шероховатости водяная пыль от проезжающего транспорта гораздо меньше, то есть соответственно видимость обеспечена. Также новое покрытие практически бесшумное и ему нипочем шипованная резина. Судя по тому, что подрядчик у нас проверенный, технология надежная, у меня есть внутренняя убежденность в том, что качество выполненных работ достойное и подарок Барнаул получает достойный. Дорога отремонтирована, теперь дело за благоустройством проспекта, справедливо заметил губернатор. А это уже забота многочисленных предприятий. В промышленной зоне на Калинина их более 40. Руководители заводов на объединенном совещании пообещали губернатору навести порядок на своих прилегающих территориях и обновить фасады. Алексей Янкин, Алексей Фризин. Наши новости.